Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Я напомню, что Борис Корчевников и Мария Васильевна Шукшина заняли непримиримую позицию по отношению к Охтану Хикабидзе покойному. Почему? Потому что он допускал антироссийские, крайне русофобские заявления. Дело всё в том, что Атар Кушинашвили заявил тогда очень резко в адрес Корчевникова, что не тебе говорить о честном, порядочном человеке, и ты вообще не понимаешь, с кем ты связываешься. Я почитал ваши комментарии, и вы, конечно, в большинстве своём на стороне Бориса Корчевникова и на стороне, в общем-то говоря, здравого смысла, учитывая те слова и те вещи, которые говорил Хикабидзе. Сейчас я их тоже приведу. Значит, в данном случае актёр Станислав Садальский пишут, и сочувствующие плюнули в спину тяжелобольного Корчевникова. Кто такие сочувствующие? В данном случае сочувствующие – это, видимо, те граждане, которые разделяют точку зрения Садальского, и которые считают, что Корчевников не имеет права говорить о честном и порядочном Хикабидзе. Напомню, что в 2008 году Хикабидзе заявлял, что Запад нам должен помочь покончить с этой страной России. В 2014 году он заявлял, что еду сфотографироваться с монументом Степани Бандери как друг сопредельного государства. Надеюсь, Степан не против нашей совместной фотографии. И это самый мягкий из его высказываний. Я присоединяюсь к Корчевникову и Шукшиной, и считаю, что это действительно человек, который снялся в фильме, в фильме, который полюбили многие люди. Но как человек с гражданской позиции – это ярый русофоб. Абсолютнейший. Значит, вот что пишут, друзья. Садальский. Вот что Садальский сказал о Корчевниках. В принципе, он недалеко ушел от Аракушинашвили. Но если мы говорили про Аракушинашвили, я сказал, что, может быть, стоит выяснить его гражданскую позицию. И буквально через несколько дней он выложил у себя в микроблоге «Вперед! Сопредельное государство». Ну, то есть, раскрыл карты. Не Борису Корчевникову, говорит Садальский, ковырятелю белья у артистов на своей программе, елейным голосом, судить настоящего, честного и порядочного человека, который фотографировался с Бандерой и говорил, что пора покончить с этой Россией. Для Садальского это настоящий, честный, порядочный человек. Ну, теперь, наверное, может быть, стоит задать вопросы, как и про Кушинашвили, про взгляды самого Садальского. Не дорос еще до судьи ни по человеческим, ни по профессиональным, ни по религиозным меркам. Молод и глуп, чтобы судить людей намного старше себя, считая себя верующим. Друзья, вы знаете, дело ведь не в возрасте. Если мы посмотрим за последний год, сколько сделал Борис Корчевников для людей Донбасса, для детей, протезы, помощь, гуманитарка и так далее, и так далее, и так далее. То, если это вот судить по возрасту, ну, например, возьмем того же Кикабидзе, который помог хоть кому-то из россиян. Да нет же, потому что у него были другие взгляды. Может быть, помог Садальский? Не знаю, не буду говорить, просто не знаю. Но столько, сколько делает Корчевников, я считаю, что он, вы знаете, прожил 30 жизней, потому что за 30 жизней столько не сделает добра. И он имеет полное моральное право не судить, а давать оценку людям старше себя. Потому что не в возрасте дело, а в том, сколько ты добра посеял на этой земле. Если Корчевников дает оценку, будучи патриотом России, тем людям, которые поливали грязью нашу страну, считаю, что это делает он абсолютно справедливо, и уж он точно имеет на это право. Пользователи сети согласились с Садальским. Вот что они пишут. У меня он вызывает только негатив Корчевников. Следующий. Совсем не по-христиански себя ведет. А ведь мог бы просто промолчать. Удивительно мерзотный персонаж про Корчевникова, пишут люди. Про самого Корчевникова скоро то же самое скажут. А ведь еще верующим себя считает. Православным. Друзья, это те люди, которые, по всей видимости, сочувствуют. И, как мне кажется, стоит проверить и самого Садальского, и этих людей. Это мое мнение. Я также говорил про Кушанашвили. Но он раньше раскрыл свои карты, что он за сопредельное государство. Но что здесь скажешь, друзья? Это чудовищно. Это просто чудовищно. Чудовищно не просто, что Садальский. Он, в принципе, и в адрес абсолютно святого человека Варшавера, который помогал Поргиной после того, как случилось с Караченцевым, директором Ленкома. И еще очень многим. Они полили его грязь. Это ужасно, что происходит. Храм искусства Ленком пытаются просто уничтожить заказными публикациями, как мне кажется. И, да, это просто ужас. А теперь Корчевников. Вопрос в том, что появляются люди, и они есть, которые поддерживают это внутри России. Друзья, интересно ваше мнение, что думаете на сей счет. А Корчевнику от меня низкий поклон в ноги. Таких людей побольше. Жизнь была бы другая совершенно. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Плюс мои ролики на остросоциальные и политические темы. Друзья, здесь на ютюбе есть канал. Он тоже называется Будда Гришна. Новости. Он резервный, запасной. Подпишитесь, что мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.